Конкурс Microsoft Imagine Cup является одним из самых престижных технологических конкурсов в мире. В этом году он проводился в десятый раз. Более 420 тысяч студентов из 100 стран мира приняло в нем участие. Призовой фонд в 175 тысяч долларов разделили победители в 8 номинациях. Imagine Cup это один из основных конкурсов для студентов, который проходит вообще во всем мире. Его организует компания Microsoft. И в нем участвуют действительно многие страны, я бы сказал большинство стран развитых, потому что в этом году около 80 стран участниц было, и конкурс проводился в этом году уже десятый раз. Донецкие студенты уже не в первый раз принимают участие в этих состязаниях. Но вот победа, да еще и в самой сложной категории разработка программного обеспечения, это впервые для украинских команд. Чтобы одержать эту победу, дончанам пришлось не только придумать программу, но и вспомнить основы радиоэлектроники. У нас есть ребята, которые умеют хорошо программировать и, кроме того, умеют паять. В этом конкурсе потребовалось знание вообще электроники и умение паять, причем паять в таких, знаете, экстремальных условиях. Это прекрасно, вот Антоны, это наши члены команды, которые действительно очень хорошо это умеют делать. Свой проект дончане создавали полгода. Из них два месяца ушло только на поиски идеи, поскольку она должна отвечать нескольким критериям. Первое, проект должен быть безусловно интересным. Он должен быть интересен прежде всего команде, потому что иначе она не будет им заниматься. Во-вторых, у самого конкурса есть тематика. Тематика это чаще всего социальная, то есть это должны быть проекты, которые будут полезны людям. Ну это очень правильно на самом деле, потому что какие-то, пусть даже интересные, сложные проекты, которые никому не нужны, в общем делать как-то скучно. В результате родилась идея создать социально ориентированный проект, направленный на улучшение коммуникации людей с ограниченным слухом и речью. Разработка представляет собой перчатки с датчиками, которые могут преобразовывать язык жестов в обычную речь. Перчатка имеет датчики изгиба, которые позволяют детектировать нам алфавит языка жестов. Внутри контроллера, кроме обрабатывающего устройства, расположены сенсоры, позволяющие детектировать параметры движения и положение перчатки в пространстве. Дальше с помощью технологии Bluetooth мы передаем эти данные на мобильный телефон, где они обрабатываются и озвучиваются в виде речи. По различным оценкам, в мире около 40 миллионов человек страдают от различных проблем со слухом и речью. Эта разработка предназначена в первую очередь для них. Довольно малый процент людей обладает знанием языка жестов. Соответственно, если вы идете, делаете что-нибудь для нас элементарное, допустим, идете в магазин или спрашиваете, как куда-то пройти у прохожих, учитесь в школе, в университете, вы сталкиваетесь с огромными трудностями. Как утверждают участники Донецкой команды, их разработка уникальна. Еще никто в мире не делал ничего подобного. Мы хотели сделать действительно что-то интересное, что-то уникальное. И мы нашли такую идею. Мы долго думали, сможем ли мы это сделать. И думали, как это сделать. И в конечном счете пришли к выводу о том, что да, мы сможем. Мы сможем попробовать, мы сможем показать, насколько эта идея может быть реализована с нашей точки зрения. То есть, естественно, что любую идею можно реализовать по-разному. Но мы хотели показать, как мы думаем, ее стоит сделать. В ходе пресс-конференции участники команды продемонстрировали, как работает их изделие. Мы любим Маджика. Мы видели кингрол. Прежде чем команде удалось создать эти перчатки, было еще с десяток менее удачных прототипов. Хотелось бы отметить, это полностью хендмейт. Мы как бы все делали сами. Шить помогали мамы. Им за это большое спасибо. Ну, прототипов было сделано, но вот мы действительно сбились со счета порядка десяти или даже больше. Первые прототипы, они просто реагировали на движение пальцев. Мы обрабатывали алфавит. В языке жестов алфавит имеет важное значение. Он реализуется за счет сгибания пальцев рук. Но, естественно, этого было недостаточно. И вот работа с девушкой, получается, в итоге нас привела к тому, что мы стали работать над жестами, над обработкой жестов. В результате в перчатку мы встроили акселерометр, гироскоп, компас. Сейчас участники команды собираются дорабатывать свое изобретение. Прежде всего, перчатке надо научить распознавать стандартный язык жестов. Мы хотим привлекать именно тех людей, которые являются носителями, для которых это тот язык, на котором они разговаривают каждый день. Соответственно, чтобы с их помощью создать именно библиотеку, с помощью которой другие пользователи могли бы пользоваться. Потому что, вы понимаете, язык жестов, как, допустим, русский язык, да, нельзя отдать пользователям систему и сказать, научите ее там 20 тысячам жестов, прежде чем можете ей пользоваться. Есть куда стремиться и в технологических решениях. Перчатки должны стать более удобными для пользователя. И именно на эти цели участники донецкой команды собираются потратить 25 тысяч долларов, которые достались им, как победителям конкурса. Сергей Болдырев, Первый муниципальный. Субтитры создал DimaTorzok